Обзор зарядных устройств Wimpel 15 и Wimpel 150 Производство компании ООО, НПП и ООН СПБ По сути, это два идентичных устройства Они выглядят практически одинаково Цвет коробки красный, что у Wimpel 15, что у Wimpel 150 Раньше модель Wimpel 150 называлась Orion 150 И Wimpel 15 пришел на замену Но характеристики и все параметры остались в принципе те же Внешне они тоже в одном корпусе выполнены Вымпел 15 Вот в таком компактном корпусе Это уже компактная модель Корпус облегченный Он весит меньше, чем стандартный корпус от зарядных устройств Производство компании NPP и ООН СПБ Вот И выглядит он немного компактнее Лицевая панель немножко меньше, чем стандартно Все так же в заднем отсеке Убраны провода питания от сети 220 вольт И крокодилы для подключения к аккумулятору В этой модели вентилятор отсутствует Потому что ток заряда здесь всего 7 ампер И нет необходимости в принудительном охлаждении Достаточно пассивного охлаждения радиаторов Которые установлены внутри зарядного устройства Для того, чтобы охлаждать силовые элементы зарядного устройства Вот так выглядит модель в импел 150 Различий здесь никаких нет Разве что название отличается Корпуса одинаковые Индикация и там и здесь Это один светодиод режим Который показывает протекание заряда То есть он меняет цвет с красного на зеленый В процессе заряда Крокодилы и провода точно так же убраны То есть внешне они абсолютно одинаковые Собственно, как и внутри В обеих моделях напряжение для заряда составляет 15 вольт Ток максимальной заряда составляет 7 ампер Обе модели абсолютно автоматические Никаких настроек здесь предварительно делать не нужно Подключаются к аккумулятору Вставляете вилку в розетку И заряжаете аккумулятор до того момента Пока индикатор режим Не начнет менять цвет в зеленый Он будет мигать с красного в зеленый Это значит, что аккумулятор уже заряжен И в режиме восстановления Так сказать, окончательной зарядки К концу заряда будет гореть зеленым цветом Индикатор режим Вот В этих моделях Есть защита от короткого замыкания Если случайно при подключении Вот, кстати При включении все 220 вольт индикатор горит зеленым цветом В одинаково это будет для этих двух моделей Здесь то же самое Если вы случайно замкнули клеммы Устройство перейдет в защиту от короткого замыкания После размыкания работа устройства возобновляется Ничего не происходит критичного Для защиты от переполюсовки В случае неправильного подключения к аккумулятору Если перепутать цвет крокодила Соответственно, красный это плюс, черный это минус И подключить их в обратной полярностью с аккумулятором Перегорит вот этот предохранитель На плюсовом проводе Автомобильный предохранитель на 7,5 А То есть в случае его перегорания Его можно просто заменить И затем работа устройства возобновится Что касается перегрева Здесь только электронная защита Вентилятор здесь не установлен В случае перегрева устройство просто отключится Включится как остынет Касаемо индикации Здесь всего один светодиод Меняет цвет с красного на зеленый То есть при подключении к разряженному аккумулятору Индикатор будет гореть красным цветом И в процессе заряда он будет менять цвет Сначала в желтый перейдет И потом в зеленый К концу заряда Можно посмотреть это в инструкции на графике Это видно Вот такой график заряда То есть к концу заряда Это третий этап Будет проходить цикл До зарядки, так сказать Доходит до 15 вольт напряжения Отключается И ждет пока на аккумуляторе Просядет напряжение до 13,5 Затем опять включается В этом интервале времени Будет происходить смена цвета индикатора Зеленый, когда напряжение равно 15 вольт И соответственно красный, когда напряжение Ну или желтый Когда напряжение будет падать до 13,5 вольт И вот этот цикл повторяется Значит к концу уже заряда Когда емкость аккумулятора набрана 100% Цикл этот будет протекать медленнее И индикатор будет гореть зеленым цветом Вот Что примечательно Если оставить аккумулятор подключен к зарядному устройству И скажем зарядить его полностью Но при этом еще он будет стоять несколько часов В таком вот режиме Циклического включения и выключения заряда Он будет восстанавливать свою емкость Если аккумулятор был давно не использован У него емкость сократилась А при зарядке таким зарядным устройством Емкость его восстановится Ну хоть незначительно Но все же она восстановится То есть это полезный режим для заряда В таком вот алгоритме Вот Ну и самое главное Что стоит сказать про эти зарядные устройства Они очень простые Не требуют никаких настроек Неопытный пользователь сможет Подключить зарядное устройство к аккумулятору Вставить вилку в розетку И дождавшись зеленого цвета индикатора Выключить его из розетки Отключить аккумулятор Тем самым завершив процесс заряда аккумулятора То есть здесь вообще никаких настроек не требуется Она очень простая Достаточно надежная Защита даже есть от переполюсовки В случае неправильного подключения Просто заменяется предохранитель Поэтому такое устройство Очень популярно И оно Подойдет для зарядки Обычных автомобильных аккумуляторов Свинцово-кислотных Емкостью До 90 Ампер часов Можно будет заряжать аккумуляторы В штатном режиме То есть это где-то 12-часовой заряд Током 10% от емкости И соответственно Аккумуляторы больше емкостью грузовые Тоже можно заряжать Но заряд будет протекать дольше Вот Рассчитано это зарядное устройство На 12-ти вольтовые аккумуляторы Стандартные свинцово-кислотные Возможно АДЖМ Напряжение для заряда Здесь 14,8-15 вольт Вот указано это Указано это здесь на коробке 14,9-15,1 То есть в этом диапазоне В районе 15 вольт Вот такие зарядные устройства Самые простые Самые популярные Вымпел 15 И вымпел 150 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин